Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим, пожалуй, об одной из самых популярных на текущий момент моделей учебных микроскопов на российском рынке, а именно о приборе Levenhuk 2L+. Друзья, поехали! Итак, друзья, сразу отметим, что микроскопы Levenhuk 2L+, уже достаточно давно появились на современном российском оптическом рынке и завоевали свое место в сердцах всех любителей оптики, а особенно юных исследователей микромира. Эти учебные модели отличаются достаточно широкой, богатой комплектацией, которые позволяют сразу же из коробки окунуться с головой в интереснейший мир микроорганизмов, ну и, конечно же, характеристики, как для учебного школьного микроскопа, у них весьма и весьма неплохие. Особенно советуем обратить внимание на наш сегодняшний обзор всем родителям любознательных детей, которые ищут полезный, функциональный и развивающий подарок для своего чада. Итак, давайте переместимся к одному из микроскопов поближе и посмотрим на него поподробнее. Перед нами микроскоп Levenhuk 2L+, основное отличие которого от предшествующей модели Levenhuk 2L в более прочном металлическом корпусе, большем диапазоне увеличений и богатой комплектации с набором для опытов Levenhuk K50. Но обо всем по порядку. Приборы 2L+, представляют собой классические учебные биологические микроскопы, оснащенные комбинированной верхней и нижней подсветкой. Для охвата максимально широкого круга возможных наблюдений. Среди 5 доступных вариантах расцветки вы без труда найдете именно тот, который больше всего понравится ребенку. Это лазурь, апельсин, лайм, аметист, как в нашем случае, и нейтральный лунный камень. Упомянутая ранее богатая комплектация действительно впечатляет своей широтой. Помимо обязательных для работы элементов, окуляра, батареек и сетевого адаптера, а также пылезащитного чехла, предотвращающего модель от оседания пыли и влаги на инструменте при длительном хранении, в состав входит и набор для опытов Levenhuk K50, позволяющий легко освоить основы работы с микроскопом, самостоятельное изготовление образцов и проведение несложных экспериментов в области биологии. Включающие в себя, во-первых, красочно иллюстрированное руководство, содержащее всю необходимую на первых порах информацию об исследованиях, доступных с учебным прибором. Во-вторых, флаконы с яйцами морского рачка Артемии и питательными элементами для их выращивания, а также инкубатор на четыре ванночки, благодаря которым можно провести увлекательный опыт по разведению микроскопических членистоногих, изучая их на каждой стадии развития под микроскопом. В-третьих, базовые инструменты для работы с образцами собственного изготовления – это пипетка, пинцет и микротом для создания тонких срезов растительных и животных тканей. В-четвертых, небольшой кейс с пятью готовыми образцами – лапка мухи, кожица лука, стебель хлопка, древесный стебель и срез сосны. Чуть позже, в ходе теста мы обязательно на них посмотрим, и пятью чистыми предметными стеклами. Осветительная система микроскопа может работать как от сетевого адаптера, подключаемого к розетке, так и от трех батареек формата 2А. Во втором случае прибор становится максимально мобильным и может использоваться даже в полевых условиях. Управление осветителями осуществляется за счет двух механизмов. Первый из них – это переключатели режимов подсветки, имеющие четыре положения. ОВ, то есть подсветка выключена. Один – работает нижний осветитель, режим используется для изучения биологических и химических образцов на просвет. Два – работает верхний осветитель, режим используется для исследования образцов в отраженном свете, например, монет, минералов и других непрозрачных предметов. Три – работают оба осветителя одновременно, режим подходит для наблюдения полупрозрачных образцов. Второй механизм управления подсветкой – кольцо регулировки яркости, работающее одновременно для обоих осветителей. Площадкой для установки образцов служит предметный столик 90х90 мм с зажимами. Зажимы не всегда удобны, особенно при необходимости переместить стекло с препаратом, так как это приходится делать вручную и на больших увеличениях очень высок шанс сдвинуть его слишком сильно. Однако при необходимости микроскопы 2L Plus всегда можно оснастить отдельным препаратоводителем Levenhuk MS3, позволяющим плавно перемещать образец по двум осям. В предметный столик также встроена револьверная диафрагма – диск с шестью отверстиями различного диаметра, позволяющими ограничить при необходимости световой пучок, повышая тем самым резкость изображения, благодаря отсечению лишнего попадающего в объектив света мылящего картинку. Микроскоп оснащен односкоростным фокусером, имеющим достаточно плавный ход и комфортным при настройке резкости на увеличениях до 200 крат. Для регулировки же фокуса на увеличениях свыше этого значения потребуется определенная сноровка и развитая мелкая моторика рук. Оптическая часть микроскопов Levenhuk 2L Plus состоит из револьверного устройства на три объектива, 4, 10 и 40 крат, имеющих качественные стеклянные линзы и надежный металлический корпус. Револьверная система позволяет оперативно переключаться между основными оптическими элементами, увеличивая и уменьшая общее увеличение системы простым движением руки. Наиболее мощный 40 кратный объектив из-за крупных габаритов при настройке резкости может упереться в стекло с образцом. Во избежание повреждений, в таких случаях его внешняя линза, благодаря пружинному механизму, просто убирается внутри корпуса. К слову о габаритах объективов. Дело в том, что верхний осветитель расположен в таком месте и под таким углом, что линзы 10 и 40 крат из-за своих размеров перекрывают ход светового потока. И при наблюдениях в отраженном свете образец остается неосвещенным, поэтому учитывайте, что для комфортной работы с ними потребуется внешний сторонний осветитель. Окулярный тубус в микроскопах Levenhuk 2L Plus расположен под комфортом для длительных наблюдений углом 45 градусов и имеет стандартный посадочный диаметр для биологических микроскопов 23,2 мм, благодаря чему пользователь может устанавливать на прибор, например, сторонние окуляры или специальные цифровые камеры. В комплекте же мы найдем окуляр 16 крат, который в совокупности с объективами дает три различных увеличения. Напоминаем, что увеличение системы в микроскопах рассчитывается путем перемножения кратности окуляра и объектива. В нашем случае это 64, 160 и 640 крат. Таких возможностей достаточно для наблюдения мелких насекомых, растительных и животных тканей, отдельных клеток и одноклеточных организмов, состава крови, диатомовых водорослей, строения плесени и многого другого. Что ж, друзья, мы поговорили о технических и конструктивных особенностях микроскопов Levenhuk 2L+, пора приступить и к практическому тестированию. Тест записывается путем установки цифровой фотокамеры через переходник в окулярный тубус микроскопа. При этом камера будет эквивалентна 10 кратному окуляру, поэтому учитывайте, что увеличение, получаемое комплектом 16 кратным окуляром, будет несколько выше продемонстрированного. Первый образец – лапка мухи из набора К50 на увеличении около 40 крат. Даже с самым слабым объективом прекрасно видны все детали строения конечности насекомого. Лапка состоит из нескольких сочленений, густо покрытых ворсинками, а на конце мы наблюдаем достаточно сложный аппарат, позволяющий мухе держаться на любых поверхностях. На увеличении 100 крат отчетливо различимы два острых коготка и длинный отросток между ними, так называемый эмподий, который способен ухватиться за любую имеющуюся неровность. А также две полупрозрачные подушечки, пуль-виллы с клейкими ворсинками. Кстати, на последних находятся и органы осязания и вкуса мухи, поэтому насекомые ощущают вкус сначала ногами и только потом хоботком. Второй образец – кожица лука, также из набора К50. Один из самых простых для наблюдения препаратов благодаря большому размеру клетки, их расположению строго в один слой и простому процессу окрашивания. На увеличении 40 крат прекрасно видны и сами клетки, и их ядра. С повышением кратности до 100 становятся различимы ядрышки – темно-синие точки внутри ядер. Третий образец – стебель хлопка. Очередной готовый препарат из набора К50. Уже на 10-кратном увеличении нам открывается сложное строение растения. На самом краю среза располагается тонкий слой плотной покровной ткани. Сразу же за ней – коровая паренхима, содержащая питательные вещества. Далее – слой элементарных волокон и камбия – образовательной ткани, дающей начало вторичным проводящим тканям и обеспечивающей их прирост в толщину. Ну а в середине располагается так называемая древесина. Основная функция которой – доставка через проводящие элементы воды и растворенных в ней солей от корней к листьям. Следующий образец из стороннего набора Левенгук N20NG – кровь человека. На минимальном увеличении 40 крат выглядит как множество мелких красных точек. Для того, чтобы подробнее увидеть, что они собой представляют, повысим кратность до 100. Мы видим, что мазок состоит по большей части из эритроцитов – основных клеток крови, переносящих кислород от легких к различным органам и тканям организма. Однако в поле зрения попадают и несколько лейкоцитов в виде темно-синих круглых образований, главная функция которых – защита организма от патогенов и удаление продуктов разрушения тканей. На увеличении 400 крат красные кровяные тельца можно изучить во всех деталях. Прекрасно видно круглую выемку посередине, а на заднем плане различимы полупрозрачные плазматические структуры. Кроме того, можно различить и наиболее мелкие элементы крови – темно-синие точки, тромбоциты, формирующие тромбоцитный агрегат, первичную пробку, закрывающую место повреждения сосуда, а также играющие важную роль в процессах регенерации тканей организма. Ну и напоследок потестируем микроскоп 2L Plus в работе с непрозрачным образцом – монетой достоинством 1 копейка. На увеличении 40 крат отлично видны детали гравировки и испещренная микроцарапинами металлическая поверхность. Отметим, что, как мы и говорили ранее, работа с объективом 4 крата вполне комфортна и со встроенным верхним осветителем. При смене объектива на 10-кратный для продуктивных наблюдений необходим сторонний источник освещения, коим в нашем случае служит фонарик смартфона. Отличная детализация, которую мы получили на увеличение 100 крат, позволяет говорить о том, что с данным микроскопом доступны даже серьезные нумизматические и минералогические исследования. Что ж, друзья, как мы с вами убедились в ходе сегодняшнего обзора и теста, микроскопы Levenhuk 2L Plus по праву занимают свое почетное место в топе самых популярных детских учебных микроскопов. Широкий функционал, благодаря наличию как нижней, так и верхней подсветки, прекрасная стеклянная оптика, надежный металлический корпус, ну и, конечно же, богатая комплектация, ну и, самое главное, различные варианты дизайна, среди которых каждый ребенок сможет найти именно тот, который ближе всего будет к его сердцу. Надеемся, вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем, друзья, а их в ближайшее время будет очень много и все они, я вас уверяю, будут достаточно интересными. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по тематике будущих видео, оставляйте все это в комментариях, будем делиться информацией и, друзья, общаться. Также, друзья, не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку, на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте Opticus Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!